приветствую друзья это новый выпуск программы вольная улица и сегодня мы будем разговаривать с доктором исторических наук владимиром волковым здравствуйте здравствуйте я знаю что вы являетесь автором ряда книг и учебников по истории россии и поэтому в этом интервью я попрошу вас прокомментировать ряд украинских мифов исторических начнем пожалуй с голодомора я напомню зрителям что в 2006 году украина признала голодомор геноцидом украинского народа и после несколько стран таких как канада сша франция ну и ряд других стран последовали ее примеру и также признали голодомор геноцидом украинского народа был ли на самом деле голодомор и действительно ли это геноцид украинского народа пожалуйста вам слово мне кажется изначально неправильно общем то проблема поставлю потому что собственно геноцид это скажем так это наиболее злейшее преступление направлено на уничтожение в нации народности в общем то в чем целиком именно если говорить о попавшие под действительно мощнейший голод 1932-1933 годов население там же люди умирали значит и богатые и бедные здесь вот ну как то считать что это следствие именно вот классового подхода коммунистов мне кажется здесь просто перевернуто все с головы на ноги или с ног на голову там просто по-другому не может быть и плюс к этому это же ведь голод этих лет он затронул ведь не только территорию украины это же огромная полоса которая про как раз стихийное бедствие которая затронула и и северный кавказ и приуралье районы сибири по волжье то есть это говорит о том что это вот политика только-только против украинцев да кстати говоря и самый важный момент которым никто не может в общем-то оспорить это тот факт что голод затронул и западную украину который так тогда в состав коронтакт советского союза не входило входило состав польского государства то есть здесь вот можно говорить об этом бедственно это бедствие скажем так это стихийная катастрофа связанная в общем-то с аномальными природными явлениями ничего здесь в общем-то такого уж сознательно направленного именно против украинцев мне кажется искать не стоит да это трагедия трагедия и украины трагедии и россии трагедии в общем-то и польши в общем-то мне кажется вот преувеличивать здесь абсолютно не стоит вообще вы сказали важную вещь и простите что перебиваю по поводу того что западная украина тогда входила в состав польши и там уже как вы считаете почему сейчас вот эта история замалчивается в общем-то не секрет что сейчас в общем-то эпоха когда достаточно жестко жесткое идеологическое противостояние про проходит поэтому когда что-то не укладывается в какую-то идеологическую концепцию которую преподносит людям то есть что-то не укладывать что его как бы забывают молчат об этом ведь на самом деле вот когда мы говорили что белые пятна это в российской истории только есть это не так я помню мне вот понравилось бы сказали одного польского историка например о том что польская история есть сражение только которые поляки выиграли или в которых выиграли не до конца то есть а проигранных сражениях там вообще не говорится ну и вот знаменитая вот невская битва александра невского да они остались в общем-то источники только русские в шведских источник о них вообще молчат не любят вспоминать люди что они негативных неправильных печальных страниц опять же хотела сразу плавно перейти ко второму вопросу а северная война до швеция против россии мазепа петр первый существует миф что иван мазепа предал петра первого поскольку желал независимости украине а так ли это на самом деле на самом если уж говорить о мазепе это в общем то очень скажем так амбициозный политик с большим опытом нос об абсолютно наверно моральный человек который служил ну наверно всем кому выгодно было служить ведь его выбор пользу карла 12 это выбор стороны который как он полагал победит потому что на самом деле никто ведь в европе не сомневался что карл 12 разгромит россию и победить вот этот есть знаменитый он сам кстати карл 12 не сомневался потому что вот есть знаменитое высказывание его когда ему сообщили о том что петр первый 1704 году начал строить новый город на неверой петербург ну вот реакция у него была очень интересная он сказал пусть строит мне достанется то есть никаких сомнений и когда он пошел в россию мазепа иван степанович да он же тоже решил что решена уже свою судьба петра первого и мазепа привык в общем делать ставку на потенциального победителя но другое дело что у него расчет не оправдался и он кстати говоря очень расстроился мазепа когда карл 12 вдруг повернул направлении на киев на батурин там батурин так дошел на гетландскому замку почему даже вот знаменитый есть высказываю сохранилось высказывание мазепа черт его сюда принес то есть он планировал как всегда любили то время запорожцы и гетландские реестровые казаки они решили в общем-то посмотреть нас на схватку этих двух титанов то есть петра и карла а потом уже присоединиться а тут уже деваться было некуда карл уже шел ему на соединение скорее всего ему ресурсы украины были нужны прежде всего продовольственные и тут уже мазепа который полностью уже был опутан тогда вот этими нитями заговора ему деваться было некуда ему пришлось уже делать выбор свой и присоединяться уже карл 12 что в общем-то и сыграл свою роль потому что батурин был захвачен меншиками уничтожены все продовольственные припасы которые там были незадолго до этого был уничтожен корпус ливенгаупт который обузу с продовольствами доставлял тоже карму и в результате у шведов на украине осталась единственная возможность получать продовольствие да это отнимать его местного населения ну а мы с вами знаем как украинские крестьяне нежно любят те кто у них отнимает продовольствие симпатии к шведам и к мазепе упали а симпатии к новому гетману скоропадскому и петру первым который в общем этим с шведами боролся защищая вот эту они возросли когда вот полтаву осаждали карл 12 и мазепинцы осаждали ведь в половину гарнизона полтавы это местные казаки украинцы они так героически дрались что в общем-то на три месяца задержали шведов и в результате туда успела подать и русской армии гряну вот этот бой полтавский бой в общем-то но сейчас все немножко по-другому оценивается объясните пожалуйста почему именно из мазепы делают героя на украине неужели нет других людей можно было оставить этого исторического персонажа и не возвращаться к нему там упорно вот как-то переписывают переделывают историю и делают из него героя почему-то знаете там же ведь с логикой то очень сложно поэтому почему ведь мазепа это не просто там изменник предатель огромная беда и проблема для петра первого что это первым уверил как и поэтому для петра это трагедии вон живут орден иуды знаменитый это учредил здесь сложным а мало того мазепа был предан анафеме то есть церковному проклятию почему вот клятву преступника вот и предан анафеме человека возводит это кстати не сейчас началось первые попытки были еще во времена гражданской войны когда вот карапатский возглавлял украинское государство созданное под немецкой эгидой и там уже тогда мазепу пытались мы не пытались а реально на возводили на щит как национального героя ну герои вот такие вот что сделаешь видимо других просто там нету и опять же делают героя из степана бандеры где история просто ужасающая в общем то тут уже сомнений нет ведь не просто существует документ они обнародованы эти документы тех в общем-то злодеяний которые творились это идеология бандеровская да она антисистемна идеология может быть созидательной направленной на на какой-то на достижение каких-то высоких идеалов а здесь же ведь она направлена на разрушение даже вот эти все эти поговорки как там дикой боже что я не москаль да ну что это вот ну как то вот этому относиться значит в общем то мы все воспитаны в том что государство должно быть общим домом для людей тех национальностей интересы всех людей должно защищать а ведь даже территории современной украины да она создана из земель которые населяют люди разных национальностей здесь не только вот эти этнические украинцы это и русские люди это и венгры да и там румыны некоторое количество есть я уж не говорю про представители там малых многих народностей и греки там потомки грек но многое есть с моей вот точки зрения нужно национальную идентичность как-то вот поддерживать уважать и не оскорблять во всяком случае поэтому а вот когда это идеологи национальной исключительности про поведаются этому это в общем то никогда хорошим не заканчивается я в общем то хотел бы чтобы люди одумали а скажите была ли советско-украинская война о которой пишут в украинских учебниках имеется ввиду с 1939 по 1954 год там указывается этот период как советско-украинская война да нет но это не не было никакой этой войны для того чтобы была война нужен нужно как бы сказать два две стороны конфликта кто там был стороны конфликта отдельные скажем так не согласные советизации до светизации проходила проводился никто не отрицает были не согласны с ней люди они выходили там в леса куда-то там в горы там вели там партизанскую войну но это тогда можно говорить о советско-узбекской войне там там что там тоже басмачистом боролись таджикской туркменской войне там тоже быть были противостояния да и в сибири были что там советско-сибирская что ли война ну то ведь такого для конфликта такого уровня нужны реальные скажем так стороны конфликт которые действительно обладают определенными признаками суверенитета там тут мы никакого суверенного противника у советского союза в это годы не наблюдаем поэтому ну что там например лесные братья в той же струны или латвии тоже где-то до 60 до 60-х годов там совершали нападение ну что мы будем говорить о советско-эстонской войне в эти годы ну поймите это нонсенс конечно вы правильно обратили внимание на учебники которые активно в общем-то используется они в общем-то очень-то фантастично сами по себе учебник истории где сто сорок тысяч лет украине да мы знаем что на тот момент в этот период еще и карманенцев не было я кстати говоря был знаком с анатолием тухишином который в общем-то известный историк древнего мира а он же в общем-то очень позитивно был на украине воспринят когда вот именно стал доказывать о шумерских там корнях в этом в этот период но это очень-очень такой спорный момент потому что даже вот арата да вот знаменитую находит арату на который шумерами воевал и была предметом экспансии ну арата это горная страна ну до меня доходит время от времени в общем-то мы общаемся в историке каких-то все новых новых великих открытиях которые там происходят но это же ведь не очень профессионально это на любительском уровне даже тоже кстати говоря где-то вот 90-е там годы тоже рождал не во многих воспаленных умах рождались тоже идеи о том что славяне иерусалим построили и прочее прочее я тоже слышал это все но здесь проблема в том что древняя история древнего мира очень скажем так скудна источниками поэтому многие вещи там гипотетичны скажем жаждущих сенсации людей там открывается скажем так окно возможности на сочинять все что угодно поэтому здесь надо очень осторожно к этому относиться и сохранять беречь согласно у меня к вам последний вопрос интересно какой правитель россии вам симпатичен то есть кто откликается вашему сердцу многим нравится там александр третий екатерина вторая сталин может быть кто-то еще а вам какие правители россии наиболее симпатичны вызывают у вас интерес и почему вот умеет создать мне в принципе александр третий да наверно есть ним что-то такое что берет за душу но ведь именно александр третий ну как бы при всем своем привлекательности создал проблемы для своего сына николая второго почему помните он миротворец при нем только там был небольшой конфликт под кушкой там на самом юге там ну скорее всего небольшой конфликт он не воевал и в общем то ну есть знаменитые вот это тоже скорее всего миф о том что он там заклинал сына ни с кем не воевать там сохранить что мы держали и прочее а тот не послушался две войны начал и в общем то потерял государство и жизни понимаете в чем дело миротворчество миротворчество но не воюющая страна армия не воюющей страны она не развивается то есть вот когда пришел появилась необходимость защитить интересы россии на дальнем востоке я имею ввиду русско-японскую войну то есть одна из причин неудачи это явная неготовность день русского генералитета к этой войне то есть средний возраст генералов на русской армии во время войны участников войны это 69 лет 8 месяцев это средний возраст там были восьмидесятилетние дедушки в этом возрасте уже но новые методы войны новая новая техника плохо воспринимается то есть они формировались как военные деятели во времена крымской войны в лучшем случае русско-турецкой войны семьдесят седьмого тысяча восемьсот семьдесят седьмого семьдесят восьмого года и уже в общем то не совсем они были готовы вызвать тем кто новое время это даже вот понимали офицеры того времени есть знаменитое известное знаменитое высказывание деникин он был полковником сражение под мукденом можно было по-другому могло закончиться то есть не поражением об обиду пути у нас другие генералы то есть вот это вот понимать не воюющая армия она ведь готовится не к битвам она готовится к параду поэтому вот и привлекательный александр третье человека но вот были в есть это и к нему вопрос а наверное было бы странно если бы был был бы кто-то у нас однозначно ну белый пушистый и абсолютно не склонный не дающий повода ни в чем критиковать политики это люди которые за своих на свой страх и риск принимают серьезные решения иногда ошибаются а порой очень часто ошибаются но хорошо когда они на этих ошибках учатся и могут корректировать свои действия и таким образом неудачи и ошибки потом в общем трансформируются победные какие-то действия ну поэтому здесь вот так спасибо что ответили на вопросы я напомню зрителям что мы общались доктором исторических наук владимиром волковым и завершить интервью хочу фразой ломоносова народ не знающий прошлого не имеет будущего поэтому друзья учите историю